Привет! Сегодня у меня особенный выпуск, посвященный Xbox Game Pass, сервису, который предоставляет невероятный выбор игр для всех владельцев Xbox. Я собрал для вас лучшие игры, доступные в Game Pass, и сделал свой собственный топ-10, которым делюсь со всеми вами. И перед тем, как мне начать, хочу сообщить вам о непопулярном онлайн-магазине, рассчитанном на отечественного геймера, где большой выбор игр и подписок для Xbox. Причем на все это дело всегда выгодные цены. Ну а теперь давайте начинать. Кокон. Аркадная приключенческая игра, где мы погружаемся в мир неизвестных головоломок, решить которые будет не так-то просто. Сыграет довольно необычную роль, роль жука, который отправляется в путешествие по межгалактическому миру. Наши главные задачи будут посещать различные планеты и перестраивать их в структурном плане, тем самым поддерживая баланс во всем космическом пространстве. В зависимости от окружения, в котором ты окажешься, будут меняться задачи, многие из которых выполнить будут сложно без особой сноровки, опыта и определенного арсенала. Именно поэтому в игре важно постоянно совершенствовать навыки и арсенал. Главный герой обладает необычными способностями, которые будет умело применять на практике, успешно завершая одну миссию за другой. High on Life. Наполненный юмором и приключениями проект, исполненный в роли экшена, в разработке которого принял участие Джастин Ройланд, соавтор Рика и Морти. Сюжет расскажет о главном герое, который только окончил университет и ожидал, что впереди его ждет счастливое светлое будущее. Но все изменилось ровно в тот миг, когда на Землю напали инопланетные существа с целью захвата. Пришельцы намерены превратить людей не в своих рабов, а в так называемых нариков. Теперь тебе предстоит встать на путь сопротивления и, заполнив арсенал харизматичным говорящим оружием, сокрушить оппонента, раз и навсегда истребив вероятность уничтожения планеты. Отныне ты межгалактический охотник за головами, а поэтому нужно постоянно развиваться, увеличивать силу, развивать навыки тактического планирования и смекалку, чтобы не оставить оппоненту из шанса на победу. Порадует оригинальный, проработанный до мелочей сюжет, а также визуальное исполнение, наделенное гаммой, красок и крутой рисовкой. Custent Bees – увлекательная ролевая игра, где мы займемся сбором различных очаровательных монстров, которых впоследствии нужно будет всячески развивать. Помимо разведения таких своеобразных питомцев, ты будешь принимать участие в сражениях с оппонентами, где монстры станут твоим основным оружием и верными союзниками на поле боя. Чтобы создать более сильного монстра, ты можешь комбинировать разные виды, тем самым воедино собирая сразу несколько навыков и накапливая еще большую силу. Мир игры полностью открыт для исследования, и здесь важно уделять внимание каждой локации, ведь именно там ты сможешь найти уникальные атрибуты, а также завести новые виды жителей своей так называемой фермы. Динамика игры проработана на высшем уровне и предлагает здорово провести свободное время. Также порадует яркое исполнение графики, которое позволит окунуться в сказочную атмосферу с головой. Пройди все испытания, собери коллекцию монстров и найди способ наконец-то вернуться домой. Ghost Warrior Tokyo. Необычный в своем исполнении игровой проект, разработанный жанре фэнтезийного хоррора, где мы погружаемся в мрачный таинственный мир. Сюжетная линия расскажет нам о внезапно возникшей угрозе всему населению мира после того, как на просторах Токио пропала половина гаража. В живых остались совсем немного и тебе предстоит взяться за исполнение роли главного героя, который является одним из них. На твои плечи возлагается ответственность за выяснение ситуации и спасение людей от полного исчезновения. Отправляйся на исследование просторов окружающего мира добывать ценные ресурсы, зацепки и необходимую информацию, которые помогут продвинуться как можно дальше в ходе дела. Игра является довольно непредсказуемой и очень динамичной, поэтому скучать у тебя просто не будет времени. Что касается визуального исполнения, то оно проработано в мрачных красках и погружает нас в довольно напряженную атмосферу с соответствующими звуковыми эффектами. Monster Hunter Rise. Новая ролевая игра от Capcom, которая продолжит серию Monster Hunter. Забытие происходит в небольшой деревне Камура, жители которой живут в мире последние 50 лет. Теперь жители Камура живут в постоянном страхе перед свирепыми монстрами, которые нападают на деревню по неизвестным им причинам. Встречайте и приветствуйте местных жителей, которые будут помогать бороться с монстрами и выполнять задания. Сражения с монстрами составляют сердце игры, как в кооперативе, так и в одиночной игре. В игре будет достаточно монстров и тех, с которыми игрок уже взаимодействовал в серии игр, таких как Тегереки и новых, чтобы не быть менее опасными, чем анонсированный Макномала. В сражениях с монстрами игроки смогут использовать уникальное оружие, около 14 различных видов. Однако, не только сила оружия будет держать монстров на расстоянии, но и помощь хитроумных ловушек и боевых машин. Кроме того, игрокам предстоит исследовать окружающий мир и охотиться, используя новые способности, такие как перемещение по воздуху, а также управление монстрами. Еще у охотников появятся новые друзья, с которыми приключения станут еще веселее и увлекательнее. Волонг Фален Дюнасти Игровой проект, разработанный в жанре экшена о третьего лица, где мы отправимся на просторы фантастического мира Трех Королевств. Здесь мы с первых минут погружаемся в динамичный поток бит с коварными демонами, преодоление массы испытаний и преград, а также разгадку мрачных тайн, которые будут скрыты в разных уголках мира. Изначально ты будешь простым безымянным солдатом, который будет совершенствовать себя снова и снова с каждым истреблением очередного демонического создания. Здесь важно постоянно развивать навыки и боевые характеристики, что позволит в будущем одержать победу в более трудных сражениях. Игра порадует своим разнообразием возможностей для игрока динамичным процессом, а также богатым арсеналом вооружения для повышения эффективности выполнения задач. Визуальное исполнение исполнено в уникальном стиле, обладает приятной рисовкой и реалистичностью, что в совокупности позволит тебе стать полноценной частью приключения. Like a Dragon Isshin Приключенческий экшен с разработками в стиле Якудзо Действие переносится в 1860 год. Япония охвачена беспорядками после прибытия западных кораблей, что активизирует империалистические идеалы населения. Великие феодалы хотят объединить нацию вокруг императора, свергнуть Бакуфу и изгнать иностранцев. В игре представлен открытый мир, сосредоточив вокруг могущественной вотчины. Это городок-замок Тоса на востоке страны. Столица Киото разделена на несколько ключевых районов. Гостеприимный Фусуми, квартал красных фонарей Гион, шумный Ракунай, пустынный Ракугай и опасный Мукурогай. Штаб-квартира Сенсгуми находится в Ке. В 1866 году, завершив обучение фехтованию в Эдо, Сакамата Рёма вернулся в свой родной город Тоса. После боя с Джоши, самым высокопоставленным японским самураем, его заключают в тюрьму и приговаривают к смертной казни. Но в последний момент его спасает Исида Тоа. Матчи проходят на красочных локациях, выполненных в классическом японском стиле. Это улицы старых городов, просторные пабные залы, арены школ боевых искусств и так далее. Рёма вступает в союз с Токечи, чтобы навсегда положить конец жестокой системе непопулярной власти. Forza Motorsport 2023. Динамичный гоночный симулятор, который вновь порадует своим многочисленных поклонников и предлагает погрузиться в ещё более реалистичную атмосферу. Восьмая часть была оснащена не только обновлённой графикой, но и дополненностью всевозможными механиками, а также высокой физикой взаимодействия с игровым миром. Изменения коснулись и детализации повреждения автомобиля, где теперь будет видно каждая царапина, а это в свою очередь придаёт ещё большей реалистичности. В реальном времени будет меняться погода и время суток. Также стоит отметить максимально динамичный игровой процесс в лучших традициях серии. Становись участником гоночных испытаний, преодолевая преграды и еди на обгон, оставляя позади оппонентов, собирая всё больше и больше наград. Dead Space Remake – это ремейк первой части серии, но новый проект не будет точной копией оригинала. Ремейк будет выпущен исключительно на ПК и консолях. Команда попыталась создать чрезвычайно интерактивную игру с самого начала и до финальных сцен. В дизайне не должно быть перерывов, что означает непрерывное общение с главным героем без каких-либо загрузочных экранов. Точное исполнение этой идеи создат совершенно потрясающий уровень погружения в реальность игры. Повествование следующего шедевра серии будет полностью основано на линии первой части, которая остаётся каноном. Ремейк связан с остальной частью вселенной, которая уже успела значительно расшириться благодаря мультфильмам и оригинальному сиквелу. Оригинал останется нетронутым, но в новой части могут появиться некоторые отсылки. Аналогичные изменения коснутся и игрового процесса. Желаемая механика будет разбавлена элементами, создание которых вдохновлено последующими играми франшизы. На этот раз студия полностью откажется от микротранзакций, чтобы лишний раз не провоцировать негативную реакцию собственных фанатов. Фанаты также могут непосредственно участвовать в процессе разработки игры, поскольку компания планирует активно поддерживать обратную связь. У игроков будет возможность выразить своё мнение и предложить улучшение определённых элементов. Такое взаимодействие с пользователями поможет избежать неожиданных ошибок после релиза. Lies of P. Это ролевая игра, основанная на знаменитой истории приключения Пиноккио Карла Каллоди. На этот раз пользователь снова превратится в деревянную куклу и отправится в захватывающее и опасное приключение. Цель стать человеком остаётся прежней, но постепенно развитие реальных эмоций и ощущений не сулит ничего хорошего. Путешествие Пиноккио по тёмному миру возвращает его в прекрасное время. Человечество почти исчезло, а города лежат в руинах. Вокруг царил хаос и не на кого положиться в разгар всего этого. Главный герой внезапно просыпается на железнодорожной станции, заброшенной в течение долгого времени. Город Каллод, где вам предстоит действовать, был практически заброшен, а немногочисленные жители охвачены безумием. Перед глазами мальчика, склонного к механике, лежит странная записка, на которой написано только одно слово. Он должен найти господина Джепетто, который должен открыть ему секреты этого места и показать путь вперёд. Именно здесь начинаются приключения, где ему придётся столкнуться с суровыми условиями, опасностями и непреодолимыми препятствиями. Геймплей проекта выполнен в стандартном стиле Soul Clite, но с довольно необычными и интересными элементами. Пиноккио не человек, а механическая кукла, части тела которой можно менять по своему усмотрению. Делая это, он может приобрести совершенно новые навыки и способности, которые дадут ему преимущество в бою. Вам также придётся обращаться и учиться взаимодействовать с немногими другими персонажами, которые могут выжить в этом жестоком мире. Игра предлагает интересную систему лжи, в которой Пиноккио будет постепенно превращаться в человека, независимо от того, какие проступки он совершил. Это был мой топ 10 игр для Xbox Game Pass. Каждая игра из этого списка предлагает уникальный игровой опыт в широком спектре жанров. Вам не придётся тратить дополнительные средства, чтобы наслаждаться этими играми. Они доступны для загрузки и в рамках вашей подписки на Xbox Game Pass. Оставайтесь на связи, чтобы не пропустить новые обновления и следующие мои выпуски топ 10. Спасибо за просмотр и до новых встреч!